Немного детям еды привезли Здравствуйте Здравствуйте, с подарками Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Добрый день Мы тут вам с подарочками Можно разложиться Подвините Подходьте до вас Трошки честь вкусного привезли Проходьте А можем мы выложить, а раздавать Мы будем уже потом по-честному Всем одинаковым А вот, пожалуйста, там стол Да, давайте там ложить А мы потом они покушают А мы им раздадим Все, да, потом трошки сладились И трошки такого честь Потрошки пособирали Привет, как ваши дела Кулачок Тебе не кажется, что это дядечка военный похож на крест Тетя Привет Как ваши дела, девчатка? Все, хорошо Что вы новые корзинки делали, чем занималась? Нет Я корзинку с ростом играла А я, батя, ты же тут плыла, да, по-моему, в прошлый раз? Класс 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 Это для украшений, да? Да Какая красота Красиво Умничка Короче, мы с Ростиком играли в Супербей Это такая игра на телефоне Да? Класс Ой, простите, простите Мы бы так бы играли в телефоне Ну, хочется домой Хочется солнце увидеть Вот такие Ой, какие классные Какая классная Здравствуйте, мы тут это Привет Я увидел, что вы пришли Вот, хотел бы кое-что сказать Давай Мы очень хотим вернуться все домой Хотим вернуться живее Хотим увидеть своих родителей Ну, не родителей Родных Родных И так далее Все, которые не с нами скучают Поэтому Очень сильно Да А друг Ну, мы же тут все сами подружились Скоро будете выбираться, если будете вместе дальше друзей Будете, да? Класс Класс Какие вы день вообще тут уже? Ну, я с 5 марта Два месяца Два месяца Два месяца? Никогда домой не осталось Угу И сколько дней уже не считаете? Ну, полтора месяца Сегодня какой 21 апреля Вот с 5 марта Угу Мы со 2-го Угу На работу пошли и так тут и осталось Я не работник комбината Мы просто прибежали после обстрела дома сюда Рассчитывали на зеленые коридоры Вот застряли в бомбоубежище Угу А вы работаете? Нет, нет, нет Мне же 8-й десерт А кто тут работает? Кто тут? Ого, аккуратно Молодой А вы тоже тут не працуете на кабинете? У меня муж работает А, муж? Вы сюда Ааа И вы тут как пришли? Ну да Все с семьей пришли Ну как все бабушка и дедушка остались в доме Из какого числа? Со 2-го марта Ага Не насчитаетесь Сколько считаетесь? Уже пересчиталось Ага Очень хотим домой А то на суде по всему нет Ну Будем надеяться на коридоры какие-то Будем надеяться Угу Потому что кушать уже заканчивается Угу 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 А вы тут сколько дней уже? Угу 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 А вы тут працюете? Угу 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 У нас находятся более 15 детей разных веков, от немовляти до 14 детей. Каждая родина переживает жизнь и здоровье своих детей в первую очередь. Своих родителей, которые здесь находятся и потребуют медицинского лечения, медицинского обеспечения, которые уже потеряют силы жизни для того, чтобы выбраться звезды. Мы просим о гарантии безопасности для наших родин, чтобы мы могли свободно выйти и чтобы была тиша. Потому что наши дети, которые уже перебывают здесь, они жодного дня не бывают так тихо, чтобы не стреляли. И они не боялись даже просто, вибачте, сходить в туалет. Потому что это такая жизненная потребность, которую они не могут просто задовольнити. Про то, что мы не находимся тут в скрутных условиях, через то, что все это происходит уже достаточно долгий час. Я хочу сказать тоже, оскільки жодных наших запасов, которые мы принесли с собой с начала до бомбосховища, уже не вистачає. Мы перебиваем на грани того, что скоро у нас не будет харчевания. Мы не сможем даже прогодовать наших детей, которым в первую очередь отдаемо все, что у нас есть. Поэтому я очень прошу, что нам необходимо выехать на мирную территорию Украины из комбината Азовсталя, где мы сами перебиваемся в бомбосховищ. День 21 апреля 2022 года. Мы несколько дней назад уже обращались к вам с просьбой о том, чтобы вы везли нас. Мы находимся на комбинате Азовсталь, но нас никто не хочет слышать. Пожалуйста, заберите нас отсюда. Мы хотим видеть мирное небо. Мы хотим дышать свежим воздухом. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чая. Для нас это уже счастье. 27 февраля ушли с мамой и бабушкой из дома. После этого не видели ни неба, ни солнца. Очень хочется выбраться отсюда, чтобы это было безопасно, чтобы никто не пострадал и жить в безопасности. Выбраться на территорию Украины, во Львов. Потому что я ушла только с мамой и бабушкой. У меня остались братья. Один брат, он на момент нашего ухода был в Харькове. Успел выбраться во Львов до того, как начались уже, ну, уже на этот момент Харьков бомбили, но было еще, ну, более-менее нормально. Хочется выбраться, чтобы безопасно, обязательно все было, чтобы не получилось так, что вот мы, ну, выйдем и на свой страх и риск идем у нас там по дороге теми же осколками, например, чтобы попали. В Кочву отсюда поскорее выбраться и спасибо военным, которые к нам приходят, еду приносят. Спасибо им за поддержку. Чтоб мы отсюда вышли, увидеть солнце, потому что мы уже здесь как два месяца сидим и хочется увидеть солнце, потому что тут включат свет иногда и включат. А на улице, чтобы, когда построят наши дома, то мы можем служить спокойно. У нас лучше победить Украину, потому что Украина – это наш родной дом. Я вообще из другого цеха от СРС, а мы сюда переехали где-то с часа 3 марта, поскольку в наш цех начали перелетать снаряды. Из-за этого у нас начальник конвертерного цеха предложил свою помощь и переехать в его руководство. С ним я был здесь, принимал участие под моим… Я был в старшем ЦРС, поэтому мы тут. Хотелось бы добиться режима тишины, чтобы можно было спокойно покинуть завод. Я здесь нахожусь уже 56-е сутки. Еды мало, воды мало. Просто хочется выйти и увидеть своих родных, близких. Сделайте нам мирный коридор, чтобы можно было безопасно и спокойно вывести женщин, детей, стариков. Потому что долго мы так не пройдем.